Девушки отдыхают В вступившем году по указу главы государства казахстанцев ждет двойное повышение пенсии. Ожидается и повышение социальных пособий. Как и на сколько процентов изменятся выплаты, узнавала Лаура Байбачанова. Поезда сюда больше не ходят. Железнодорожные пассажирские перевозки Алматы-Талдыкурган в этом году отменяются. С чем это связано, подробно расскажет Наталья Хоменко. Три недели до универсиады. Алматинская область уже определила состав спортсменов, которые сейчас проходят активную подготовку к международным стартам. Какие комплексы региона примут участников соревнования и когда в Талдыкурган прибудет огонь универсиады, знает Лилиана Штогрина. С января в Казахстане повысили социальные пособия и пенсии. Причем выплаты людям на заслуженном отдыхе в этом году повышаются не единожды. Насколько станет толще кошелек наших пенсионеров, узнавала наша съемочная группа. О повышении пенсии казахстанцы узнали в канун Нового года. Приятное известие сообщил сам глава государства. Новость стала неожиданной, но довольно радостной. К ежегодным 9% в этом году добавят еще 11%. В ознаменовании нашего праздника 25-летия независимости я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев. В Талдыкургане повышение пенсии охватит более 22 тысяч человек. Причем всю работу по перерасчету части надбавок, а это 9%, произвели еще в конце ноября 2016 года. Выплату остальных 11%. Пенсионерам обещают начать с июля 2017 года. Надбавка будет весьма ощутимая, делятся пенсионеры. Мне ощутимая. Я вот третий год на пенсии, добавление у меня хорошо пришло, у меня 40 лет стажу непрерывного, все вошло мне. Спасибо нашему Назарбаеву. Если 20% будет до 1 июля, то шикарно. Дай Бог здоровья нашему президенту. Все спасибо за заботу, за все. Я благодарна судьбе, что живу в Казахстане. Спасибо всем и правительству, и самое главное, Нурсултану Абишичу. Большое спасибо правительству. Это неплохо, конечно, каждый год повышается. Мы, конечно, не обижены были. Я, например, не обижаюсь, у меня все время пенсия хорошая. Лишь бы цены на лекарства не поднимали, вот это надо контролировать, а остальное. Не успеют еще сказать, что цены повышают и на продукты, и на лекарства. А без лекарств никуда. На фоне повышения пенсии на 9% увеличивается и размер базовой пенсии. Теперь он составит 12 802 тенге. Общий размер пенсии с учетом базовых и солидарных выплат составит в среднем 60 167 тенге, утверждает в Министерстве здравоохранения и социального развития. Поправка в закон об увеличении пенсионного возраста в этом году женщин пока не коснется. Новшества ведутся января 2018 года. Солидарная пенсия, она рассчитывается в зависимости от трудового стажа и среднемесячного дохода пенсионера. То есть у него должен быть общий трудовой стаж на 1 января 1998 года и соответствующий доход за 36 месяцев, начиная с 1995 года, за любые 3 года подряд. А базовая пенсионная выплата, вот я же говорила, что всем лицам, мужчинам и женщинам, которые достигли пенсионного возраста, независимо от того, какой у них стаж есть, какой у них доход, им выплачивается базовая пенсионная выплата. Она на сегодняшний день, с 1 января 2017 года, составляет 12 802 тенге. То есть это 52% от прожиточного минимума. Повышение пенсии связано с инфляцией и изменением величины прожиточного минимума. К нему привязанный размер социальных выплат, который в этом году также увеличен. В этом году изменение прожиточного минимума также произошло. С 1 января 2017 года он повышен на 7%. В соответствии с этим все социальные пособия, единовременные социальные выплаты, они также повышены на 7%. Приятная новость ждет будущих мам. Единовременное пособие при рождении ребенка тоже повысили на порядок. Правда, в два этапа. Первый на 7% с нового года, а с июля прибавят еще на 20%. В общем составив 27%. Лаура Байбачанова, Жаслан Шенкенча, телеканал ШТСУ. В рамках работы в регионах депутаты Мажлиса посещают самые разные объекты. Так, Абдеманаб Бектурганов в Толгарском районе посетил ряд производственных объектов и учебных заведений. Крупнейшее предприятие в области по производству резиновой продукции находится в селе Бельбулак. Завод «Артпрайм» Казахстан был запущен еще в 2015 году. Вся техника и оборудование завезены из соседней России. Здесь в месяц изготавливают до 6000 квадратных метров резиновых ковриков. Продукт на рынке востребован сырье старой автомобильной шины. На нашем заводе работают порядка 20 человек. Производительность 250 квадратов в день. Плитка в основном предназначена для детских и спортивных площадок. То есть это тренажерные залы, сады, школы, простые площадки детские во дворах. Продукт вторичный, то есть мы перерабатываем резиновую автошину и получается уже из БУ автошины мы делаем резиновую плитку. Поинтересовался мажоресмен и буднями колледжа агробизнеса. В нем обучаются более чем по 10 специальностям. Поток около 1200 человек. Депутат отметил, что на уровне республики активно обсуждается вопрос введения бесплатного обучения по техническим специальностям. Немаловажным является и дуальное обучение. Какие колледжи по каким специальностям обучают? Нужно работать по договору с работодателем. Сегодня для этого выделяется огромное количество финансовых средств. Все это делается для того, чтобы завтра выпускники не остались без работы. Кроме того, как правило, депутаты проводят общественный прием граждан. Наиболее острые, по мнению Бектурганова, будут им озвучены в дальнейшем при обсуждении законодательных актов и поправок в них. Эльвира Легерова, Курманжан, Касым Жанулы, Аманжоу Жонкешев, телеканал ЖТСУ, Талгарский район. Продолжаем выпуск. Новый 2017 год начался весьма удачно для житсусов. Ежегодно посольство Японии проводит в нашей стране конкурс на реализацию социальных проектов «Корни травы». Данная программа нацелена на обеспечение безвозмездной помощи неправительственным организациям, общественным объединениям, школам, медицинским и другим учреждениям для реализации различных соцпроектов. Так, в ушедшем году заявку на участие и получение гранта подал и наш земляк, председатель спортивно-реабилитационного центра АСАР Ильдос Баэлшбаев. Сегодня он уже успешно преодолел первый этап конкурса и в случае утверждения уже в феврале будет подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве с посольством Японии, которое выделит на реализацию этого проекта грант в 25 тысяч долларов США. Отметим, что по данной программе в Казахстане в течение 17 лет правительство Японии уже одобрило 75 проектов на сумму около 5,5 миллионов долларов США. На получение средств Ильдос, на полученные средства Ильдос намерен приобрести инновационные тренажеры и специальное оборудование для реабилитации инвалидов. В ушедшем году Ильдос и его команда также приняли участие в германском проекте под названием СЭС. На данный момент работа находится на утверждении. По словам членов общественного объединения АСАР, данный проект является продолжением первого, так как в случае одобрения разработчики смогут пригласить зарубежных специалистов для обучения в наиболее эффективном использовании приобретаемого оборудования. В Салматинской области четыре проекта было, одни из них это мы. В августе прошлого года к нам приезжали из Японии посол, и мы провели целый день с ней, чтобы рассказать о проекте и в целом для чего нам нужен этот проект. Мы прошли на второй тур и ожидаем ответа. Ответ будет в феврале. Сейчас, на данный момент мы написали еще один проект, это германский проект, но он пока на утверждении. Продолжаем выпуск с событиями в мире. На севере Германии из-за наводнения и ураганного ветра объявлен режим чрезвычайного положения. Повреждены десятки зданий, погибших и пострадавших нет. В Любике, Висмаре и Ростоке уровень воды в реках уже превысил норму более чем на полтора метра. По словам метеорологов, ситуация может ухудшиться, и уровень воды в пострадавших районах, вероятнее всего, поднимется еще на 10 сантиметров. Отметим, что это наводнение может стать крупнейшим в стране за последние 10 лет. Серия взрывов прокатилась по иракскому Багдаду. Погибли 27 человек. Несколько десятков получили ранения. Как передают местные СМИ, первая атака произошла у городского рынка. Там в воздух взлетел заминированный автомобиль. Чуть позже прогремел еще взрыв у КПП в центре столицы. И снова взрывное устройство детонировало в машине. Ответственность за теракцию пока никто на себя не взял. Однако полицейские не исключают, что за атаками может стоять ТГИЛ. Добавим, что за прошедшую неделю в результате нападений в Багдаде погибли более 60 человек. Проливные дожди вызвали наводнение в Уругвайе и Аргентине, сообщается о 17 пострадавших. В некоторых регионах за неделю выпало больше третьей годовой нормы осадков. Сейчас идет эвакуация местных жителей. Их размещают во временных убежищах. Кроме того, в регионе бушует штормовой ветер. Его порывы достигают 30 метров в секунду. Он валит деревья и обрывает линии электропередач. Из-за непогоды эти южноамериканские страны страдают еще с конца декабря. Предполагалось, что с началом нового года ситуация изменится. Но этого не произошло. Губернатор турецкого Измира Эрол Аилдис возложил ответственность за взрыв у здания суда на рабочую партию Курдистана. По словам политиков, все имеющиеся факты говорят о том, что именно РПК организовала атаку. Напомним, накануне в Измире в воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли двое полицейские и служащие суда. Еще 10 человек пострадали. По данным местных властей, взрыву предшествовала перестрелка между полицейскими и нападавшими. Стражи порядка пытались остановить авто на полицейском посту напротив здания суда. Террористы взорвали бомбу в машине. Двое из боевиков были ликвидированы. Еще один находится в розыске. Узнать школьное расписание и домашнее задание. Проверить оценки через интернет. Около 4,5 тысяч школ по всей стране перешли на новую систему электронных журналов и дневников. Подробности в следующем блоке новостей республики. Около 150 тысяч учителей из свыше миллиона школьников страны осваивают новую систему учебных журналов и дневников. За успеваемостью своих детей теперь самостоятельно могут наблюдать и родители. Изменения, как отмечают в Минобразовании, должны заметно облегчить работу педагогам и повысить ответственность школьников. На новую систему электронных журналов и дневников кунделек.кз по всей стране уже перешли около 4,5 тысяч школ. У каждого преподавателя, ученика и родителя есть свой логин и пароль персонального пользователя. Каждый из них может пользоваться порталом, отправляя сообщения и оставляя комментарии. Скоро, как обещают в профильном министерстве, выйдет мобильная версия системы. Как очистить родной город от бытовых отходов придумал житель Павлодара Кирилл Майоров. Молодой человек арендовал специальные боксы вместе с отцом и друзьями. Наладил сбор и утилизацию различных предметов, которые население обычно выбрасывает в мусорные контейнеры. Предварительно все отходы сортируются. Так, за год Кирилл уже собрал около 100 тонн макулатуры, 80 тонн полиэтилена, 400 тонн пластмассы и почти 10 тонн пивных банок. На его складе уже скопилось полтысячи единиц бытовой техники, вышедшей из строя. Сейчас у молодого человека есть три точки сбора бытовых отходов. Его мечта довести в этом году количество специальных экологических урн до 100 штук. По сообщению синоптиков, небывалое количество снега за последние 10 лет выпало в Астане. Отмечается, что в последние годы климатические условия столицы резко сменяются чередой аномальных холодов, метели и обильных снегопадов. Только за период с 13 октября по 3 января на снежные полигоны было вывезено около 2 миллионов кубометров снега. А за весь период количество убранного снега составляет около 3 миллионов кубов. По хронологии прошлых лет эти показатели превышаются в разы. Обзор новостей подготовила Эльвира Лекерова по материалам интернет-ресурсов. Продолжаем выпуск. С нового года отменен пассажирский поезд сообщением Алматы-Талдыкурган. Причину остановки попыталась узнать Наталья Хоменко. Пассажирский поезд сообщением Алматы-Талдыкурган больше не курсирует. Три года социально значимый рейс датировался из госбюджета. Шла реконструкция трассы до южной столицы. И глава региона пошел на такой шаг, чтобы семереченцы без проблем могли ездить в мегаполис. С нового года Казахстан-Семержолы закрыл это направление. Социально значимый маршрут Алматы-Талдыкурган был введен в 2014 году на период реконструкции автодороги из Алматы-Талдыкургана. Долгальщиком маршрута являлось Министерство по инвестициям и развитию республики Вахстан. В связи с завершением реконструкции автодороги в 2016 году данный маршрут был исключен в исперечении социально значимых маршрутов на 2017 год. Соответственно, конкурс на этот маршрут министерством не проводился. Два вагона – плацкартный и купе. В них более 80 мест. Ходили через день. Купить билет на поезд с началом зимних холодов было сложно. Перед Новым годом и вовсе не было свободных мест, гласит статистика продаж. А вот в октябре за целый месяц воспользовались услугами перевозчика всего 80 человек. В сентябре и того меньше. Словом, популярностью состав пользовался не всегда. Во время каникул востребованный был этот пригородный поезд. И сейчас на данный момент зимнее время, потому что на улице гололед, как сами знаете. А в остальные месяцы мало совсем продажи. Практически 10-15 человек уезжали. Только нижние места забронировались. А остальные поезд уходил практически полупустой. К слову, железнодорожная станция Талткургана – тупик, предназначенный для приема и отправки грузов, который приходит из России, Китая, Средней Азии и всего Казахстана. Пассажирские рейсы за 70-летнюю историю станции запускали не раз. Увы. Впрочем, добраться до Южной столицы сегодня можно без труда. Рейсовые автобусы уходят с автовокзала каждые 25 минут. А по новому автобану теперь и вовсе доехать до Алматы можно быстро и с комфортом. Где-то у нас порядка 7 часов утра до 20 вечера. У нас ежедневно каждые 25 минут отправляются микроавтобусы. И в том числе транзитных где-то около 8 автобусов. Цена у нас 1400 держим. И праздничная такая цена была. Вообще по вокзалу около 1000 пассажиров сейчас уходит у нас. Несомненно, кто-то поездки на автомобиле предпочитает поезд. Тем более, когда за окном снег, мороз и гололед. Однако в Казахстан-Темиржилы этот маршрут сегодня не рассматривают. Поясняют, слишком затратно. Поезду приходится сворачивать с основной ветки, заезжать в Талткурган и вновь возвращаться на линию. К тому же, как заверили в компании, 80 пассажиров в месяц. Это крайне нерентабельно. Но, к слову, 4 года назад в Японии на острове Хоккайдо было решено отменить рейс на станции Комиссаритаки из-за ее удаленности и непопулярности. Однако, узнав, что там живет школьница, которая может добраться на учебу только на поезде, железнодорожники восстановили движение без всяких дотаций. Наталья Хоменко, Нуржан Муканов, телекомпания ЖТСУ, Талткурган. Счастье детей – радость для взрослых. В детском доме «Айнолайн» прошел благотворительный показ отечественных фильмов и мультфильмов. Организаторы данного мероприятия – продюсерский центр «Рейли» с проектом «Мобайл 3D кино» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, киностудии «Казахфильм» и финансовой поддержке выпускников 2015 года Высшей школы бизнеса Назарбаев университета. Это уже 50-й по счету благотворительный показ, который представляют организаторы данного мероприятия. Детям был представлен фильм «Небо моего детства» из киноэпопеи «Путь лидера». Для организаторов мероприятия это не первый показ фильмов казахстанских режиссеров. Проект существует с февраля 2016 года и по сегодняшний день уже реализован в большинстве регионов страны. Сегодня детям также представлена возможность стать зрителями детского анимационного фильма «Сказки Ертостек». В планах организаторов собственное производство и показы социальных фильмов с участием самих режиссеров и актеров. Не каждый зритель может весь этот фильм увидеть на широкоформатном экране. Наша компания имеет технические возможности, имеет широкоформатный экран размером 4,1,8, 5,2,8. То есть это уникальный экран с серебристым покрытием. То есть мы можем донести все краски, весь колорит того же фильма. Наш проект ориентирован на популяризацию казахстанского кинопроизводства, на продвижение наших казахстанских фильмов на территории сел, поселков, отдаленных от крупных наших мегаполисов. Городской зритель имеет возможность посетить любой кинотеатр, обозревать его в любом формате, 2D, 3D и так далее, и так далее. А села, они как бы у нас уже отдаляются. И наша миссия это принести наши казахстанские фильмы, которые не могут посмотреть наши сельские зрители в селах. Нынешняя зима вступила в свои права довольно рано и за первый месяц продемонстрировала свой суровый характер. Перепады температуры под новогодние праздники значительно повысили уровень травматизма. Наши корреспонденты поинтересовались, что ждет в январе жители Алматинской области и как работают коммунальные службы, чтобы люди могли передвигаться относительно спокойно по скользким дорогам и тротуарам, узнавал Илья Манраимбеков. Ничего сверхъестественного синоптики вроде не предвещают. Осадки ожидаются в пределах нормы, однако крещенские морозы обещают заявить о себе сполна. В ближайшие дни дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов мороза, а ночью столбик термометра будет опускаться до минус 30 градусов. Ветер будет усиляться до 15-20 метров в секунду, будут метели, туманы и гололедные явления. Кроме этого будет понижение температуры воздуха. На данный момент средняя высота снежного покрова в областном центре равняется 15 сантиметрам. Однако, если судить по дорогам и тротуарам в черте города, то больше подошло бы определение ледяной покров. Оттепели, сменившиеся предновогодними осадками и понижением температуры, сделали свое дело. Город буквально скован льдом. Это послужило росту травматизма. С 31 декабря по 3 января к нам в травмпункт обратилось 147 пациентов. И 147 пациентов. Ну, травмы там из них, большинство травм, это были перелом, ничего, кости в типичном месте, то есть падение на вытянутую руку. Ну и травмы, ушибы. При падении там по неосторожности дома, они в быту падают с лестницы. На улице подсказались. Следят за состоянием дорог и тротуаров в областном центре три коммунальных предприятия. ТО «Жигули», ГКП «Куркем-Талдукурган» и ТО «ШГС-4». У каждого свой участок работы. Однако, проехав по разным частям города, мы лично убедились в состоянии и дорог, и тротуаров. Даже центральные улицы города с интенсивным движением вызывают опасения и у автомобилистов, и у пешеходов. Положение же в микрорайонах и вовсе плачевное. Тротуары здесь в таком состоянии, что ходить невозможно. И не везде почищены тротуары. Приходится идти по дороге. Поэтому желательно здесь что-то принять, надо какие-то меры. Там сильно, вот видите, накатано все. Можно и на дорогу упасть. Я живу по улице Абая. Каждый день я здесь прохожу. Сестренку с садика забираю, в университет еду. Здесь у нас, как видите, сами тротуары никогда не чистят. Вот дорогу только чистят. Снег, который чистят с дороги, все на тротуар. Туда убираются. А тротуар также остается. Из-за того люди падают, под машины падают, бывало. Мне, например, 54 года очень тяжело ходить, например, да, скользко везде. До весны еще почти два месяца есть. Надо что-нибудь надо делать. Подсыпать, чтобы дорога была для нас ходить удобно. Следует отметить, что за всю историю наблюдения метеорологии в Талтыкургане самая низкая температура наблюдалась в 1943 году, когда температура опустилась до минус 40 градусов. А самая высокая температура, зафиксированная в январе, была в 1979 году. Тогда термометр показывал отметку в плюс 17 градусов. Нынешний январь в целом ничего аномального не предвещает. Однако и ледяной панцирь в городе, по всей видимости, растает не скоро. Поскольку и в конце третьей декады месяца ожидается существенное похолодание. Как утверждают эксперты, все это из-за антарктических циклонов, которые принесут в наш регион трескучие морозы. Поэтому синоптики советуют не выезжать в ночное время в дальний путь и быть предельно осторожными, даже отправляясь в ближайший магазин. Елеман Раймбеков, Надир Хамзин, телеканал РТСУ. До старта Всемирных студенческих игр в Алматы остается чуть больше трех недель. В соревнованиях примут участие около двух тысяч спортсменов. На период проведения крупнейших стартов будут задействованы три тысячи волонтеров. Ожидается приезд порядка 30 тысяч отечественных и зарубежных туристов. Для спортсменов это довольно напряженное время. Тренировки, сборы, квалификационные игры, психологическая подготовка. Напомним, соревнования в рамках Белой универсиады пройдут по 12 видам спорта. Шесть из них будут организованы на спортивных объектах нашей области. На лыжно-биатлонном стадионе Алатау пройдут турниры по биатлону, лыжные гонки, прыжки на лыжах, страмплина и лыжное двоеборье. А в спортивном комплексе Табаган зрители смогут посмотреть фристайл и сноуборд. Наш регион будут защищать шесть спортивных спортсменов. Трое из них представляют лыжный спорт, двое керлинг. В фигурном катании честь области будет отстаивать именитый Абзал Рахим Галиев. Эстафета огня в городе Талдыкургане пройдет 28 января. Здесь эстафета выделили необходимые средства. Сейчас ведется подготовительная работа, готовится сценарий. Определены 60 человек-флагоносцев. На данный момент нам прислали чашу огня. Будут стартовать факелоносцы с парка Жастар, с концертной площадки. Финишировать будут расстояние 12 километров. Определены, разметки все есть, оформление будет, безопасность будет обеспечена. И заключительная часть в спорткомплексе Жастар. В Талдыкургане прошел городской турнир по шорт-треку. Это один из наиболее массовых и распространенных видов зимних состязаний. Турнир организован отделом физической культуры и спорта с целью отбора на областное первенство. В нем приняли участие учащиеся средних и старших классов общеобразовательной школы номер 12. Тему продолжит Лиляна Штогрина. Эти соревнования на коньках одни из самых любимых у детей. Ведь здесь не требуется какая-то особая техника. Главное пробежать три круга быстрее всех. У ребят горят глаза и видно, что есть огромное желание участвовать и побеждать. Ведь они очень серьезно готовились к городскому турниру. Не только на уроках физической культуры и на внеклассных занятиях, но и самостоятельно. Мы занимаемся спортом, мы соревнуемся, мы ездили на областные соревнования, на республиканские. И мы любим заниматься спортом. Мы не сидим дома, у нас есть наш каток, на котором мы катаемся. И мы уже изучаем элементы шорт-трека. Нам это очень нравится. Мы любим очень кататься и на коньках, и на роликах. Ледовые катки – любимое развлечение детей и взрослых в зимнее время года. Организаторы очень удачно этим пользуются. Конькобежные состязания они устраивают для ребят уже третий год подряд. Главное – это то, что дети приобщаются к здоровому образу жизни, закаляются и совершенствуют свои спортивные навыки. Благодаря чему показывают неплохие результаты. В урочное и внеурочное время мы стараемся прививать к детям этот вид спорта, который для Казахстана относительно молодой, можно сказать. Мы учимся, тренируемся, стараемся. И вот поэтому в эти зимние каникулы мы решили провести соревнования для детей, на которых, на этих соревнованиях они смогут показать тому, чему они научились, свои какие-то, показать свои достижения, показать, проявить свой характер. В забегах приняли участие 25 мальчишек и девчонок. К победе стремились все без исключения. Падали, поднимались и снова вперед – обгонять соперников. В результате первое общекомандное место судейской коллегии заслуженно присвоило дружной команде «Самал». Самые ловкие и быстрые, кроме кубков и медалей, завоевали путевку на областное первенство, которое стартует в феврале этого года в Толгарском районе. Лилия Штогарина, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова